Недавнюю историю с пропажей трех девочек в Гродно обсуждала вся страна. Восьмилетний школьец всю ночь искали родители, милиция и добровольцы. К счастью, конечно, ничего страшного не случилось. Девочки просто после школы немножко заигрались на улице, а когда времени прошло уже слишком много, побоялись наказания и заночевали в подъезде одного из домов. О том, как предостеречь детей от таких спонтанных поступков, как вовремя распознать склонность к девиантному поведению, мы поговорим с начальником инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД Минска Александром Полищуком. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Какой-то вот такой критический возраст есть у подростков, когда подобное поведение случается с ними чаще? Как правило, это 15-17 лет. То есть именно этот период, когда происходят физиологические и психические изменения в организме человека. Бывают, конечно, и другие случаи. Бывают дети, когда 10-11 лет уходят. Но тут, как правило, получается ситуация, что ребенок где-то заиграется банально у товарища своего, либо на улице, видя, что уже довольно позднее время, боится идти домой, понимая, что родители будут ругаться и ночует. Либо, как мы говорили с вами, в подъезде, либо идет к своему сверстнику, что-то часто бывает, и родительный сверстник рассказывает, что мама с папой разрешили погулять, либо еще могут придумать, что мама с папой наказывают его за это. Ну вот, к слову, о ругаться, о наказывать и вообще о том, какую работу проводить. И самое главное, когда ее начинать проводить, чтобы не дождаться того момента, когда ребенок не пришел домой ночевать, и ты его ищешь. И хорошо, если все хорошо заканчивается. А так, чтобы этого не случилось? Ну, чтобы этого не случилось, естественно, родители должны уделять как можно больше внимания своему ребенку. В первую очередь, я считаю, что с ребенком нужно разговаривать, знать, естественно, с кем ребенок дружит. Ну и опять же, проверять, сейчас 21 век, проверять социальные сети, какие сайты посещает ребенок, чем он интересуется. Это можно делать по-разному, это можно делать как открыто. Можно, естественно, делать и в тайне ребенка, чтобы не нарушать. Почему нет? Чтобы быть спокойным, чтобы его личную жизнь не трогать. И как бы в то же самое время знать. А существует ли какая-то ответственность вот такому провокатору, который сделал намеренный уход из дома, да, и, скажем так, подняли и милицию? Ты имеешь в виду, ставят ли таких подростков на учет? Да. То есть существует ли какая-то ответственность? Ответственность существует, если ребенок до 16 лет находится после 23 в общественных местах, без родителей, близ их заменяющих, то административный протокол составляется на родителей. Ну, в принципе, как вы сказали, постановка на учет, в настоящее время это называется ведение индивидуальной практической работы, за собой это не влечет. Да, с такими детьми мы, конечно же, работаем, особенно в первый период, когда мы их находим. Ну, как, в принципе, наверное, в этой ситуации, как и доктор, чтобы знать, что лечить, но найти болезнь. Если причина алкоголя или еще что-то, да, это и наша работа, это и медиков. Если причина какой-то ситуации в семье, ну, естественно... Совместная работа в семье. Да, сотрудники милиции семейные отношения не поправят. Поэтому родители, дети должны находить какой-то свой общий контакт и понимать... Еще вопрос. Как правило, ситуация, если ребенок уже попробовал вкус вот этой вот свободы, если он уже ушел из дома, как правило, эта ситуация повторяется или нет? Из вашей практики? Наверное, здесь, опять же, 50 на 50. То есть у нас есть так называемые, мы их называем потеряшки, дети, которые уходят из дома, которые уходят в первый раз по определенным причинам. В принципе, дети понимают... Причина устранена и больше их проблем нет. Да, они понимают, что это плохой поступок. Ну, а есть дети, которые уходят систематически. Как правило, это, конечно, не совсем благополучные семьи. Там, где есть вопросы, такие дети тоже есть. Тогда кто подключается? Психологи, социальные педагоги? Вы, опять же, кто? Да, да. Ну, тут должны работать как бы все субъекты профилактики. Это и учреждения образования, и медики, и милиция, естественно. Там уже итог будет положительный только в том случае, если мы нашими совместными силами поможем родителям исправить ситуацию в семье. Ну и, соответственно, как вывод, уже ребенок будет себя чувствовать комфортно и не будет искать каких-то новых ощущений вне своего дома. Любовь, доброта и внимание. Так было и так всегда будет, но почему-то взрослые об этом не хотят помнить иногда. Спасибо огромное за беседу. Как не упустить важное в воспитании детей, мы говорили сегодня с начальником инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД Минска Александром Полищуком.